Этим летом известная казахстанская телеведущая выложила в сеть газетный рекламный макет 20-летней давности. Автор публикации держит в руках огромный аппарат. Едва ли не первое мобильное устройство. Со словами, сотовая связь открывает новые возможности. Весь мир будет с вами. Звоните в Алматы, Нью-Йорк, Токио. Находиться в зоне доступа и в буквальном масштабе поддерживать связь со всем остальным миром, сегодня стало уже как-то обыденно. Куда непривычнее, когда абонент временно отключен или находится вне зоны доступа. Спустя 20 лет операторы связи продолжают удивлять клиентов новыми технологичными услугами. От широкополосного скоростного интернета и мобильных сервисов до универсального номера. Кстати, последний проект – это совместный продукт двух компаний. Он очень интересный. Но сегодня не только о нем. Здравствуйте! Меня зовут Алгат Куспаев, и мы по-прежнему в «Умном городе». Согласитесь, очень удобно, когда с тобой один аппарат связи, одна сим-карта и сразу два мобильных номера. На один могут звонить люди со стационарных, так называемых городских телефонов, а на второй номер звонят абоненты сотовых операторов. Похоже, услуга понравится владельцам предприятий, топ-менеджерам и сервисным службам. Кстати, все тем же деловым бизнесменам, шефам и остальным вечно занятым родителям следует рассказать о другой интересной и весьма полезной функции от национального оператора связи. Жительница столицы Райхан Бекнеязова дорожит работой, но еще больше любит и переживает за своих маленьких детей, на которых, как правило, остается немного времени. Но малыши не скучают. Они, как, впрочем, и другие современные дети, с раннего возраста знают, чем себя занять, как разблокировать родительский девайс и найти развлечения в сети. Да, у меня двое детей, 7 лет и 5 лет. Это самый такой активный возраст, когда начинают смотреть все во все сайты, во все рекламы, кликать, нажимать. Мы очень активные пользователи всего интернета. Ютуб – это наша слабость, это все для нас. Ютуб и особенно видеоигры тоже, но онлайн они играют спокойно. Они смотрят клипы, как зарубежные, так и отечественные, российские. Там тоже, как бы, немного хорошего есть и негатив, поэтому и огородить их, как бы, нельзя, потому что эта музыка тоже в какой-то степени развития. Для нынешнего поколения детей планшеты больше, чем просто техника. Эти устройства и виртуальная сеть в буквальном смысле стали для них лучшими друзьями, заменили любящих родителей и строгих нянь. Сегодня любой двухлетний ребенок знает, как разблокировать смартфон, выйти в интернет, найти там любимый мультик и посмотреть другие интересные ролики. Вспоминается старая поговорка «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала». А она появилась гораздо раньше новомодных гаджетов. Тогда-то и слов таких не знали, как смартфон или сенсор. Это возможно и хорошо, остановить технический прогресс невозможно. Не хочется и собственного ребенка тормозить в развитии. Но вот фильтровать виртуальный контент нужно и можно, благодаря специальной родительской программе. В интернете очень много негативного влияния на наших деток маленьких. Поэтому, чтобы сберечь наших детей, Казахтелеком запустила услугу «Родительский контроль». Данная услуга предоставляет вам возможность контролировать, а также фильтровать ненужный вам контент, который будет отрицательно влиять на ваших детей. Каким образом данная услуга подключается? Если вы абонент, вы можете зайти в личный кабинет, подключиться к данной услуге, выбрав три определенные степени защиты. Первая степень – это до 7 лет, очень высокая степень фильтрации. От 7 до 12 лет – это средняя степень фильтрации. И третья степень – это свыше 12 лет, низкая степень фильтрации. Абонентская плата составляет 200 тенге. Национальный оператор связи осуществляет родительский надзор по принципу так называемых «белых листов». Есть еще и черные листы, то есть черные списки, куда, понятное дело, вносятся ссылки запретных ресурсов. А в данном случае взрослым абонентам предлагают составить белый список, то есть выписать сайты с безопасным для детей контентом. И за смешные 200 тенге в месяц. Райхан Бекниязова всего пару месяцев назад от подруги узнала о возможности контролировать виртуальную жизнь детей. Теперь, говорит, можно спокойно оставлять сына и дочь за компьютером. Мы разрешали полчаса в день. То есть вечером они приходят в садик со школы, кушают, садятся за уроки. И полчаса до сна, в принципе, мы разрешаем. А сейчас, после этой функции, в принципе, мы знаем, что они зайдут на те сайты, только те, которые мы им разрешаем. Поэтому, ну, час можно будет так продлить на часик. Райхан, как, впрочем, и многие другие абоненты, не слышала, что есть еще одна контрольная услуга, тоже отвечающая за безопасность. За безопасность семьи, дома, бизнеса и прочей частной собственности. Раньше организации видеонаблюдения за стратегическими объектами и предприятиями, социальными учреждениями и квартирами занимались правоохранительные органы и частные охранные агентства. Теперь же за дело берется сам провайдер, то есть оператор, который, собственно, и обеспечивал, и продолжает обеспечивать передачу видеосигналов в центры оперативного реагирования. Даже если говорить про ЦОО ДВД, МВД Республики Казахстан, говорить про социальные объекты, школы, больницы, детские сады, то есть мы должны понимать, что видеоконтент, генерируемый этими системами, так или иначе он передается по наземной сети телекоммуникаций. Учитывая представление, сказав, телекомов в регионах и по республике, то есть все-таки это в большей степени контент передаваем по нашим сетям. Ну и логично было бы сделать какое-то универсальное решение, позволяющее недорого, качественно получить эту услугу не только, допустим, государственным органам, то есть тем самым ДВД, но и самим потребителям. То есть вы же не можете получить информацию от ДВД, допустим, по состоянию наблюдения за собственной квартирой. Это в принципе нереально. То решение, которое предлагаем мы, оно позволяет это делать. Видеосигнал сохраняемого объекта несложно завести на пульт силовых структур, то есть за происходящим будете наблюдать не только вы, как хозяин, но и при желании те самые подразделения, отвечающие за правопорядок и сохранность личного имущества граждан. И если вам достаточно личного контроля, тогда следует вывести сигналы с видеокамер на удаленные серверы. Ни в коем случае не стоит создавать локальную базу данных, иначе злоумышленникам не составит особого труда стереть записи или просто вынести аппаратуру. В результате вы останетесь ни с чем, никакой картинки, никакой истории совершенного правонарушения. Решение технологических несколько, да, мы понимаем, что это могут быть решения от разных вендоров, вы, допустим, хотите получить камеру со звуком, камеру цветную, камеру в решении, допустим, снимающей день-ночь, камеру в исполнении, допустим, зима-лета, в исполнении вандава устойчивость. И эти решения варьируются от стоимости, если не ошибаюсь, бытовая камера может стоить от 20 долларов, и кончает от профессиональных камер с функцией самонаведения, с ночной съемкой, с работой при минус 50 градусах до стоимости 8-9 тысяч долларов. Это все зависит от той задачи, которую вы ставите перед собой. Если мы говорим про решение уровня бытового, то есть домашнего использования, то стандартное подключение в интернет, стандартная камера, не требующая специальных условий эксплуатации. И, соответственно, это достаточно бюджетно. Я думаю, что это не дороже 15 тысяч, 18 тысяч тенген. Оператор связи отвечает за качество передачи видеосигнала. А цифровое разрешение видеокамер, их количество, установка и прочие технические вопросы абоненты вправе решать самостоятельно, либо обратиться за помощью к специалистам национального оператора связи или в частные конторы. И еще. Услуги лучше оплачивать на сайте. Зачем выходить из дома или отпрашиваться с работы, бежать в отделение, занимать очередь или платить по 2% за обслуживание через терминал? Представляете, цена вопроса 200 тенге. 200 тенге стоит ваша семейная информационная безопасность. 200 тенге за то, чтобы контролировать виртуальные интересы ребенка. Всего 200 тенге. Это была программа «Умный город». Надеюсь, вы уже скачали на планшеты и смартфоны мобильное приложение телеканала 24KZ. Установите обязательно и внесите нас в белый лист поиска. Поверьте, 24KZ передает нужную информацию. Мы делимся исключительно полезными советами и технологиями умного города. Так что ждите и смотрите. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!